Здравствуйте, мои дорогие! Замечательная колода, будем на ней смотреть... Я вспомню, как она называется, может, на следующий расклад скажу. Если кто-то помнит, напишите, пожалуйста, название. Я знаю, все равно найдутся те, которые захотят ответить на этот вопрос. Так, ну что, так, Черного колдовства, по-моему, да, 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 называется колода так. На ней посмотрим, что они нам хотят сказать. Естественно, мы будем смотреть на ваше пространство. Естественно, это что-то важное для вас, то, что необходимо услышать. Так, что-то здесь о празднике идет, речь какая-то. Так, давайте смотреть. Почему нет, почему нет, праздник должен быть. Так, карта интересная. Тем, что они еще и отлипаются очень сложно. Смотрите, очень похоже, как праздник на... Кто-то празднует, а кто-то, а кому-то не очень хорошо. Тут... Я так вижу, что это вы в празднике, но благодаря тому, что ваши враги повержены. Вот так. Ваш враг повержен. Дальше смотреть. Кто там ваш враг сейчас может покажет, посмотрим. Вы празднуете победу. У вас все хорошо. На этом... То, знаете как, вы еще настолько опыт какой-то получите. Вы знаете, о ком я говорю. Возможно, кто-то просто догадывается, либо кто-то узнает об этом. Тут будут какие-то об этом сообщения идти. На месте того, что, как говорится, вы закопали, да, вырастет прекрасный сад. Ну, я не говорю, что вы буквально врагов закопали, но очень на то похоже, что энергетически точно их не будет в вашем пространстве. На их месте вырастает прекрасный сад. Вашей жизни. Так. Да, вы получите об этом известие. Как кто-то горит, да, как кто-то буквально горит в аду. Как у кого-то на воре шапка горит, как еще можно сказать. Здесь реальный огонь. То есть вы чувствуете, что этот человек вам, ну, как-то вредил. Вам об этом приносят известие. Ну, это ваше, как говорится, заслуга вашей энергетики. Потому что я так понимаю, что это люди, которые хотели навредить человеку с мощной энергией и под огромной защитой высших сил. У вас есть защитники, у вас есть фамильяры даже, не один. Есть помощники в этом мире и в тонком мире. Поэтому таких людей просто нельзя было трогать. И я так понимаю, что враги ваши этого не знали. Так, что еще необходимо знать? Так, кто-то из прошлого появляется, я вижу. Кто-то из прошлого появляется. А что это у нас такое? Так, вы ждали этого. И вам какое-то как знамение будет. То есть какой-то от этого какой-то знак получите прежде. То есть как предвестник того, что этот человек идет. Но тут будет возрождение, вознесение чувств. Чувствую. Кто этот человек? Тот человек, которого вы когда-то, ну, либо отвернулись. Для кого-то, если так брать, вот такие крупные энергии, то, скорее всего, может, выкинули даже, постарались выбросить из жизни, из головы. Вот этот человек идет. Его, знаете как, он не просто идет сам, самовольно. Это когда его какие-то силы буквально ведут к вам. Говорит, вытряхивайся, давай. Давай, иди, к ней нужно. Начинается новый этап. Абсолютно новый этап в жизни. А теперь вы играетесь, как кошка с мышкой. С этим человеком, да. Он попадает к вам в лапки. У него, вернее, у вас, если у него раньше была эта власть, то теперь у вас власть над этим человеком. Идет, конечно, вот что-то очень похожее, как мужчина-женщина, но тут могут быть разные отношения. Конечно же, эти карты не могут настолько передать, вот, кто именно. Но можем посмотреть, конечно, сейчас, если будет мужская карта, например, или воженская. Кто это? Какие-то ангелы несут к вам этого человека. Кто это? Мужчина или женщина? Давайте для женщин, да, смотрим сначала. Все-таки пару показывают, и все. Пара мужчина-женщина, значит, так и говорят. Если это мужчина, то это партнерша, да, ваша, с которой вы были когда-то. И если женщина, то наоборот, это мужчина. Хорошо, я так увидела здесь, какую ситуацию, что вы победили, возможно, это конкурентная борьба была. Хотели вы этого, либо не хотели, желали, либо делали что-то. Но ваша победа, она явная. Буквально, ну как, видно невооруженным глазом. Невооруженным глазом видно поверженный враг. Может быть, это соперница, соперник. Все может быть. Да, ну вот смотрите, так и идет. Здесь идут танцы, а врага нет. Тут подтверждение. Вы убежали от всех врагов, показывая, такая интересная карта такая, он убегает, и конкретно показывает средний палец, и тут пара убегает. Все бесовщины показывают большой, большой. До свидания. Вот так вот. Так, отлично. То есть тут пара спасается от каких-то вражеских нападок. Но я так вижу, что мужчина был подвержен этим вражеским нападкам больше, чем вы, и под влиянием был манипулятивным как раз тех людей, либо того человека, который был его к вам. Огнем дышал, да? И поэтому человек, вот мужчина, возвращаясь к вам, для мужчины, это женщина, партнерша ваша, возвращаясь к вам, этот человек, конечно же, чувствует вину. Так, что тут воскрешение из мертвых идет? Он даже побаивается вас. Побаивается праведного гнева. Ну или наоборот, знаете, такого дьявольского гнева вашего. Молится. Кстати, вашего гнева боится не только он. Тут окружение, которое препятствовало вам как-то. Ну вот, в ваших отношениях. Отлично, хорошо. Вам совет. Короткий хочу рассказ, потому что здесь, если нет определенной темы, то эти карты могут рассказывать такие чудеса прям. Вам совет. Смотрите, показана земля, богиня земли. Здесь показана плодородная, жизненная сила, энергетика такая, которая, чтобы не случилось, да, она дает рост. Чтобы не попала в эту землю, она либо переварит, да, для того, чтобы было удобрение, либо даст ростки. Но для того, чтобы это было, нужно солнце, да, нужно какие-то погодные условия. И вот для вас вот эта картинка, да, как то напоминание, что вы все-таки женщина и изобильная в одно и то же время, также дающая, такая, да, плодородная, когда любую ситуацию вы сможете перевернуть в позитив и дать свои своеобразные ростки. Так, тут и говорят о том, что для этого необходимы, естественно, хорошие условия, да, то есть обязательно человек, который это должен быть рядышком с вами, он должен быть теплым, он должен быть сердечным, он должен понимающим быть, да, и ухаживать за вами. Вот так. Вот так. Ну что ж, мои дорогие, спасибо вам за сегодняшнее присутствие здесь, благодарю за лайки, комментарии, за поддержку финансовую, безмерно вам благодарны. Я чувствую, что действительно моя работа необходима. Вот такой короткий расклад, я думаю, сегодня будет их еще несколько, я стараюсь каждый день для вас работать и приветствую также новых людей, которые подключаются к нашему комьюнити. Вы замечательные, я читаю ваши комментарии, это просто потрясно, какие трансформации у вас проходят. Просто супер. Вот. Вместе с вами, конечно же, заряжаюсь этой энергетикой и я, и очень хочу для вас делать еще и еще, вот творить. Спасибо за финансовую поддержку, дорогие мои. Все, кто это делает, я безмерно ценю, потому что вы понимаете, что это труд, да, это для вас и в ваших жизнях проигрывается пусть самое только лучшее. Пускай Вселенная это видит, да, и вам дает подарками все больше и больше. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok